Всем привет! Как вы, наверное, поняли, я начала новый проект. На экране вы видите то, что должно получиться. Это вышивка Beaded Dragonfly Tile от Sheteline. С этой вышивкой я вступаю в СП сады Sheteline. Вот моя организация. Всё хранится в небольшой коробочке от планшета. И, как вы видите, это схема. Как всегда, схема Мартины в формате PDF. И я пыталась распечатать всё на одном листе. В итоге получалось, как всегда, мелко. Я пыталась увеличить схему через программу, но у меня не получилось. Поэтому пришлось придумать колесо. В итоге я решила просто заскринить на телефоне схему и распечатать её. Вот что получилось. Там идёт схема и материалы, и ключ. Так, дальше. Вот. Вся коробка. Что мы первым видим? Это органайзер дубков. Я решила сразу надеть все нитки. Не сказать, что мне удобно, потому что их много. Хотя вышивки сразу же стало... Надо было использовать множество цветов. И это не вся часть. Некоторые нитки просто закончились уже. Но большая часть уже была использована. Так, дальше. Дальше перейдём к ниткам. В работе используется 30 оттенков ДМС. И все они просто потрясающие. Они все так хорошо сочетаются. И вообще... Глаз просто радуется. Так. Тут иголочки. Вышиваю 20 чистыми от гаммы. И... Иголка моя любимая. Я их полюбила. Недавно чуть её не потеряла. Думала, ну всё, новую надо будет заказывать. В итоге я нашла её. Так. Дальше. В работе используются две нитки Rainbow Gallery. Одна от Трежев Брейд Петит. Цвет 35. И... Сил Клейм Брейд. 18-ый. Ещё ни с одной не работало. Но... Даже по ощущениям и цвету мне очень нравится. Это больше похоже на золото и... Золотую и чёрную ниточку. На камеру вроде так сильно не видно. Но, по-моему, в жизни мне кажется чёрная есть ниточка там. И вот такая. Насколько я знаю, это шёлк, вокруг которого такая серебряная блестящая ниточка. Тоже очень мягкая. Дальше Waterless 80-ый. Вот отличные просто потрясающие оттенки. Синий, голубой, фиолетовый, розовый... Не розовый... Не розовый... Сиреневый. Ну вот просто потрясающие. Бобинка из шёлковой нити. Они там, когда делаешь заказ, иногда кладут. А так была вот эта. Забыла сказать, что заказывала я всё это у женщины, что собирает материалы к штилайн по расходнику. То есть, если у тебя в ключе, там, например, Waterless, не полный моток, а, например, половину, то она отрезает половину и отправляет. Это экономит деньги. Ну, кому-то... Вся... Весь этот набор, не считая ДМС и основы, мне обошёлся где тысяча рублей. Изначально я хотела взять, я и сейчас хочу вышить Hummingbird lace. Такая с... Скалибри. Вышивка Скалибри, но она стоит... У Синди на сайте 185 долларов, что ли, 180 с чем-то долларов. А у этой женщины, Елены, 155. Согласитесь, что 30 долларов хорошая такая разница. На эти деньги можно купить нитки ДМС и основу. Может, даже останется ещё что-то, не знаю. Но, в общем, хорошая такая разница. И причём, если у тебя, например... Лично я вот думаю, что если вот останется какая-то Waterless, там, половина мотка, то не факт, что я её использую когда-нибудь. То есть деньги на ветер, по сути. Поэтому я решила заказать вот так. Тут, конечно, только, по сути, по расходнику только вот эта неполная катушка. И бисер. На сайте Синди 36 долларов. И как раз к тому моменту это получалось 2000 с чем-то там рублей. И плюс доставка. Тут доставка была 250, по-моему, рублей из Питера. Но на этой вышивке я сильно не сэкономила. В отличие от Калибри. Калибри я, наверное, всё-таки... Надеюсь, я когда-нибудь накоплю на Калибри и вышью её. Так. Дальше. Заболтался. Вот такой календарик по Дигмунд. Не знаю, специально ли это было именно для этой работы. Вот эта картинка. Потому что это та работа, что я вышиваю. Или это для всех. Но всё равно приятно. Ставлю ссылку в описании. Её... Не ссылку, а почту. Кто захочет заказать. Так. Дальше. Вот таких. Бисер шёл в маленьких пакетиках. Нитки в большом пакетике. Так. Я купила два таких контейнера. По семь отделений в каждом. Для бисера. Всего используется 14 цветов. Вот такого круглого бисера. И один... Вот. И один вот такого. Долговато. Продолговато. Не помню, как называется. Все оттенки просто потрясающие. Есть и матовые. Есть и вот блестящие. Есть и полупрозрачные. И вот этот очень красивый. 747. А, это бисерделька, кстати. Никогда с ним не работала. Он, оказывается, такой меленький. Я не вышивала Melchill Petit. Возможно, они как-то одинакового размера. Но что мне понравилось. Этот бисер проходит через 26-ю иголку. Так. Один у меня бисер не уместился. Дальше, 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 дальше используются всего три вида кристаллов. Один зеленый такой, иренит, по-моему, называется. Это Сваровский 50-40, иренит 8 миллиметров, иренит АБ. То есть, с одной стороны вот такое покрытие, а с другой нет. Вот этот, это ладь, пикок АБ дважды, и розеный голд. Так, тут моток чёрного цвета. И в подарок Елена положила вот такую ниточку для бисера. Пока я не вышивала. Ну, попробую. Ну, вышиваю на кашель 28-го каунта. Кашель 28-го каунта. Цвет 101. Работа получится 129 крестиков на 129. Я взяла 35 на 35 сантиметров. Она такая не белая, а немного молочная, я бы сказала. Хотя, не знаю. Но не белоснежная явно. Так. Это то, что есть на данный момент. Всё, это заняло у меня примерно 3 вышивальных дня. На самом деле, тут очень много цветов, как я и говорила. И с обратной стороны просто коврик получается. В одном цветке, я не знаю, по 5 крестиков каждого цвета в среднем, наверное. Бэк. Как видите, уже бисер задействовала. Но бисер я пришивала цветом бэка, чтобы лишний раз новую нитку не делать. На самом деле, вот эта постоянная замена цветов очень сильно тратит время. Поэтому, если бы поменьше цветов было, я бы, наверное, меньше её вышивала. На самом деле, инструкция небольшая и очень лёгкая. Так что, если кто-то захочет вышивать эту работу, и у кого-то возникнут проблемы с переводом, можете обратиться ко мне. Кстати, у Мартины есть форум, где она писала или пишет все используемые материалы для каждого проекта. В ссылках... внизу оставлю ссылку. Также в жизни оттенки немного светлее, я бы сказала, чем на камере. И в жизни мне, на самом деле, больше нравится. На этом вроде всё. Увидимся, услышимся в следующем видео. Спасибо за просмотр!